все просили сварку нержавеющей стали как раз на лексусе что-то застучало ну я конечно знаю что застучал но зато вот вот сейчас теперь и вы знаете а с вами мастерская техтула всем привет как всегда заварите чай печеньки присаживайтесь сегодня будет интересно сегодня много чего расскажу начнем с того что банки от компании рса я установил на свой автомобиль 11000 километров назад как вы видите все уже такой рыжий грязненько и так далее и вот сейчас они застучали сейчас мы их снимем и посмотрим что с ними не так вот мы их уже отрезали накидываем обратно уже резонаторы резонаторы целы и от этого уже будем градить что-то новое потому что но дальше в выпуске вы поймете почему сразу отвечу для людей банки я покупал банки я покупал со скидкой но все равно покупал поэтому это дает мне право вскрыть их все таки как бы я за них заплатил деньги и это уже мой продукт скажем так не продукт мой товар который я приобрел следующий момент почему ты не обратился в компанию рсай по гарантии ребят я обратился в компанию рсай по гарантии но чуть-чуть гарантийные условия менее устраивает типа снимая отправляй я посмотрю исправлю починю или там пришлюте другую банку и три недели без машины это как без но мы представим картину что я клиент я привели купил себе банки приехал в мастерскую какую-то мне установили взяли с меня денег за установку потом она сломалась и я опять попал на цену установок потому что мастера здесь ни при чем и как бы я попал на время или представим другую картину вы мастер который установили эти банки у клиенты через там полгода они развалились он к вам приехал и вы ему говорите три недели подожди да ладно не так дела не делается это это как-то вообще неправильно сейчас наверно кто-то хочет сказать то что там гарантия там типа возвратом в течение двух недель рассмотрения ребят это на сложную электронику где в маленькой микроплате инженерии и мозгов применено было в разы больше чем в этой полностью вот 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 в этой куске нержавеющей банки вопрос этот можно было закрыть прям буквально пятью словами типовой эти отправленного банку ты мне пришли взамен на эту обратно и я посмотрю что не так но продавец уперся поэтому вот видео мы делаем видео почему это произошло как мы как мы видим отвалилась перегородка также вот вату мы достаем она вся мокрая это означает что продувки в банке не хватало собирался конденсат вот сейчас вот поднимаем вы видите воду это не очень хорошо поверить из 11000 километров отвалилась перегородка и одна и вторая как потом показала когда мы достали вату почему все оторвалось потому что все это было на прихватках к стеночкам именно на прихватках вот ну вот таких вот четырех точках с одной стороны и на четырех точках другой стороны я может не профессионал в этом деле но я считаю что это недостаточное усиление в этом месте и это рано или поздно все равно бы оторвалось то есть он в том же месте и не стал себе банки заказы другие начал искать со мной связалась компания бронка вот они сделали даже с алготипами специально для тех кто то есть там гарантии ключи чеки все как положено организация это не частник это организации а именно вот так у них сделано все проварены трубы проварены стенкам приварены и если ты захочешь это оторвать ты это не оторвешь потому что люди давно на рынке вот он это их не склад они как бы делают очень долго это у них есть опыт разница также я попросил сделать банку пониже и также они мне предложили сделать выход тихой части на 51 трубе сказали что я кайфанул ребят ну заранее говоря я кайфанул реально кайфанул на тихой части вообще не слышно выхлопа стола ну начнем подготавливать кстати работать мы будем только уши мами почему потому что у нас сгорели сгорел лентопил ему надоел мой лексус в этой мастерской и в общем он нас решил покинуть пока что роман обтачивает все я выпилил заведите заслонки обточил их на ленточке но подготовил и мы начинаем сварить обратно одно из тяжелых это сделать обвод вокруг заслонки то есть когда заслонка закрыта громкая часть закрыта газ должен идти через тихую часть и нужно сделать раскрою такое интересное для этого применяется шаблоны из 3d тих ссылочка на него и на покупку их будет в описании вот так вот это все отмечается маркером и потом выпиливать и болгарочка фрезами подрабатывать но в идеале конечно это делать коронкой после сварки это будет выглядеть вот так вот сварка обязательно выполняется с поддовом это вот одно из главных условий потому что это выхлопная система и нужно чтобы внутри барьебухов не было мы вот пока что собираем вторую часть все отмечается маркером вот первое уже готово за солнечки я решил это мое личное решение сделать их вниз их видно если очень сильно наклониться но мне нравится вот на заглушка из 3d тихо силиконовая она используется для поддува ребят сварка выхлопных систем выполняется только с поддувом сварим мы на аппарате сибор винтих 180 м на силе тока 37-40 ампер это тот ток который позволяет нам сварить с пароваром также опять маленькая реклама продукция из 3d тихо это 3d конструктор ребят эта вещь очень сильно помогает вам ну нарезать заготовочки чтобы потом не мучиться с выставлением с подпиливанием подтачивания там есть разные углы и разные шаблончики так далее ну нормальные мастерские которые занимаются выхлопными системами не дадут мне соврать что все вот эти вот наборы отмешившие всякие там углы для x-pipe для заглушки заточки и все что есть это блин это незаменимая вещь я не знаю зачем все подписчики просят сварки нержавеющей стали ну во первых записать и достаточно качественно в другой мастерском и не получается но принципе процесс выглядит вот так ток повторюсь 37-38 ампер поддув 5 литров на сопле горелочка у нас девятка на сопле у нас порядком 12 литров и у таких швы у нас получаются угол заточки вольфа-рамового электрода 30 градусов вот сейчас роман решил побыстрее чуть сваривать поставил 39 40 ампер вот как бы я к нему не подлез все равно засвет ненавижу записывать нержавеющей стали если вы хотите чтобы я записал нержавейку отдельно по цветам напишите обязательно в комментарии фьюрик юсей перчатки фьюрик мажор в общем 1 1 мажора вокруг и вот такие вот швы у нас получается на выходе да это конечно не world порно но цветом побежал если есть значит мы сохранили лигирующие элементы ночи после посеваться это не будет гнить в отражении два бородатых существа достаем заглушки и смотрим что внутри внутри у нас обратный валик сейчас вот ромку я заставлю как-нибудь чтобы он поставил чтобы мне было видно он не понимает что я говорю сейчас вот так поставить очень сейчас поставил вот такие вот нас обратные валики не си не слишком переусилены на местах прихватки как вы видите есть черные точки они будут подгоневать со временем но я думаю на мой век хватит соответственно ребят ссылочки на всех и на все будет в описании почитайте выхлоп мне помогают сварить два моих ученика с левой стороны который держит трубу в перчатках павел занимает выхлоп занимается выхлопными системами в сербухове уже лет 5-7 в масочке роман занимается выхлопными системами в калуге полностью изготовление там удаление катализаторов у них чипы не чипы отшивки и так далее но в общем если кому кто-то рядом с этими регионами ищет где сварить выхлопные системы обращайтесь к ним кстати да ребята видео сделано для вас поставьте лайк напишите комментарии можете сделать репост я вам буду благодарен репост это поделиться где-то вконтакте в телеграме где хотите подгонечка вовите кая подгонечка который позволяет делать шаблоны мы же это все обваривали на столе и вот сейчас вот это встает без зазоров блин это идеально это так кайфово с этим работать из 12 прута потому что нету десятки мы делаем крепление то есть подвесы для выхлопных систем сейчас под нагреем тут нужно маленький радиус выгнуть и потом чуть-чуть трубой подогнем соответственно прихватываем их на место чуть-чуть оттягиваю резинку вниз чтобы когда мы убрали подставку выхлоп не провис как вы видите снизу стоят эти заслонки их если смотреть прямо не видно если наклоняешься видно но мне нравится так во первых во вторых их очень легко мыть то есть наклонился керхером промыл и если мне кто-то напишет а это неправильно идите вы в жопе ребят мне так нравится я хочу так я сделал себе так теперь мы начинаем обваривать систему выхлопную то есть вот эти вот углы занял у нас порядком это 7-8 часов благодаря мишеному конструктор без мишеного конструктора это было бы порядком 10-15 часов потому что это все подточить сейчас мы обвариваем углы темы обварю с присадкой обязательно все сваривается с поддувом насадки на окончаниях мы обварим просто своим телом я лично не занимаюсь изготовлением выхлопных систем ребят если вам кто-то нужен но в вашем городе напишите мне достаточно много учеников по всей россии я вам дам координаты где делают вот так у нас на выходе получилось банки установлены стоит они стоят они под углом потому что это единственное пространственное положение для этих банок так чтобы их можно было максимально спрятать за бампер потому что бампер достаточно высокий чтобы их не было видно швы уже от пассеров от пассивированы ну короче электро или или электрикой почистили их все классно для того чтобы они не ржавели сейчас люди скажут вот я там оставляю цветные швы ничего не ржавеет вот цветные швы а вот он шов который отходил 11 месяцев вот я рамки вот тут почисть видите он беленький он чистенький он не заржавел до труба грязная но потому что как в россии дороги у нас грязный но все круто и я не знаю получится хорошо или нет если нет напишите в комментариях давай ром ну-ка ребятам очень спасибо за помощь и сред этих спасибо за всякие комплекту хи бронка спасибо за качественный продукт и свои спасибо за еще один выходной